Это Сан-Франциско, город в стиле диско. Это Сан-Франциско, тысячи огней. Это Сан-Франциско, город полный риск. Это Сан-Франциско, made in USA. Это во времена группы Кармен. Сан-Франциско был городом в стиле диско и made in USA. В последние же десятилетия мегаполис превратился в город в стиле хай-тек. С главными офисами главных мировых IT-компаний, предпринимателями со всего мира, стремящимися в Кремниевую долину, за знаниями, контактами и контрактами на миллионы, а может и на миллиарды долларов. Конференции, подобные TechCrunch Disrupt, как раз и являются универсальной площадкой, где ребята в кедах, джинсах и футболках и толстовках, но главное с идеями в голове, встречают людей в пиджаках и галстуках при деньгах. Эти ребята в голубых футболках – десант в Американской Калифорнии из российской Казани. Создатели стартапа BitCat, которому всего-то год привезли решения сразу в двух областях – биометрической идентификации пользователей и блокчейне, то есть в сфере распределенных вычислений и хранения информации. Их разработки, среди которых распознавание людей по рисунку вен на руке, уже тестируются на родине, например, в школах Татарстана. Амбиции ребятам не занимать. Они утверждают, что их инновации позволят уместить базу биометрических данных всех жителей Земли на одном мобильном телефоне, а их блокчейн якобы работает в десятки раз быстрее нынешних решений. Биткоины сейчас в секунду может происходить от 5 до 20 транзакций в секунду при вычислениях и нагрузку на майнеров. То у нас… Маша сеть может миллиард транзакций в секунду совершать. То есть даже превышает то, что есть наличие у Мастеркарда или Визы. Как утверждают инноваторы из Казани, российское происхождение и прописка их стартапа пока не отпугнуло никого из американцев, в последнее время привыкших слышать лишь про русских хакеров, интернет-троллей и шпионов. А вот английский язык, говорят ребята, надо совершенствовать. У кого таких проблем ни с языком, ни с налаживанием контактов, кажется, нет, так это у украинского стартапа PassiveDom, который совмещает в себе сразу 3D-печать, создание современных композитных материалов и использование экологически чистых источников энергии. Создатель проекта Макс Гербут, амбициозный и без тени сомнений, обещает революцию в области домостроения, причем за относительно небольшие деньги, и использует для этого самые понятные для Кремниевой долины сравнения и термины. За 100 тысяч долларов можно получить небольшой дом площадью около 100 квадратных метров, который будет укомплектован абсолютно всем – кухней, мебелью, электроникой. Этим домом можно будет управлять дистанционно с помощью смартфона. Это дом-гаджет, это дом-айфон, в котором можно устанавливать аппликейшн, в котором можно добавлять разные функции, разные игры, все что угодно. Это новое, в принципе, новое видение строительной индустрии, которого до сегодняшнего дня не было. Проект PassiveDom уже получил известность в Европе и выиграл несколько конкурсов. Теперь на очереди США и лучше Калифорнии, дальше других штатов, продвинувшейся во внедрение зеленых технологий, места не выбрать. Гербут обещает совсем скоро наладить в США серийное производство таких умных домов под заказ. Более того, стартап уже подписал договор с НАСА на создание экспериментальных домов, которые впоследствии могли бы печататься на Луне. Украинский предприниматель «Инноватор» признается, что в рамках этой конференции уже заключил соглашение с инвестором из Голландии, но размер полученных инвестиций не раскрывает.